приветствую вас на канале знахарь я хочу привести один пример из библии когда филистимляне завоевали ковчег у божьего народа и они привезли его поставили около своего около своего догона на ночь утром проснулись он свален в общем в итоге у них проблемы начались с этим алтарем с ковчегом что они его по совету мудрецов филистимских они отправили его обратно к евреям и вот когда я не буду пересказывать кому интересно вы найдете это в библии да но факт другой когда давид до давида давид когда это все перебрал переносил ковчег он плясал он радовался как вот представляете идет бородатый мужик и радуется пляшет радуется а жена его увидела в окно придурок ты такой ты что делаешь ты серьезный ты царь ты это но когда это услышал сказал да я буду радоваться всегда когда с господом вот радость христианина она совершенно она в этом заключается что мы несем ковчег завета он у нас в сердце и все 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 на скрижале сердце у нас главное что у нас есть христос наш проводник и надо радоваться всегда какие бы времена не настали не надо бояться в страхе не просто нет любви в страхе нету веры доверия к отцу понимаете он знает отброски страхи просто живите радуйтесь когда человек радуется и она его радость совершенно он радуется всему главное это радость что мы несем ковчег завета что господь скоро а можно радоваться мелочам когда ты довольствуешься малом тебе хватает все ты будешь радоваться солнцу хлебу детям внукам не надо унывать ибо уныние не просто грех некоторые говорят уныние грех но не понимаешь что уныние правда грех печаль она она плотская печаль это давида печаль это это чечеветочный суп надо радоваться потому что любые трудности я помню где-то читал что один святой у православных когда ему сказали что он у него онкология он радовался потому что понимаете в немощах наша сила почему надо прежде чем божьему престолу с молитвой обратиться молить о чем-то надо поститься потому что вот это все ну православных есть меньше в чрево больше для святого духа но если вот разобрать это на пальцах объяснить только человек почувствовав тесноту в чем-то он понимает что отец твой рядом отец ты малое дитя когда христос брал ребенка он говорит веру тебе как это дитя в первую очередь он говорил как дитя не может без тяти без отца так и мы не должны все свои и вот когда ты понимаешь что бог наблюдает за тобой за тобой за плохой за ничтожным прахом но он тебя любит и радость должна переполняться и она переполняется и под представляете какая крыша у христианина но мы не должны мы должны слушать только его радоваться терпеть не отвечать на обиды вы даже если кому-то это мало какой-то какой-то человек который как же так знаете представляете бог если бог твоего обидчика просто разложит под микроскоп и если он является действительно врагом то лучше бы ему не родиться но он может привести через вас к нему потому что для него у него нет внуков у его все дети он всех любит поэтому надо надо людей любить везде во власти но надо саму систему нейтрально к ней относиться потому что на самом деле слово не любить для нас только не любить свой грех все остальное доверьте богу ибо он знает что что делать аминь все остальные